здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы с вами вяжем один элемент это будет пояс с резинкой вставной резинкой внутри использовать его можно для гаммаж для юбок у меня будет юбка и я подробно вам хочу показать отдельно чтобы люди кто будет искать поясочек те могли связать по моему мастер-классу отдельный вот набираю я для начала петли вот таким вот способом вот так вот не классическим а именно вот таким вот для того чтобы у нас был минимально тонкий краешек без уплотнений и вот набираем нужное вам количество петель и так вот вы набираете нужное вам количество петель по обхвату то есть сколько вам нужно в общей сумме то есть это будет круговое вязание первый ряд мы вяжем лицевыми петлями вот смотрим аккуратненько видите петелечки здесь не не закреплены поэтому очень аккуратно мы вяжем первый ряд лицевыми петлями потихонечку потому что здесь нужно аккуратненько зато у нас видите здесь нет вот этого наборного края плотного и так девчонки вот смотрите я провязала один ряд теперь он корявенький не пугаемся ничего страшного в этом нет сейчас я просто выравниваю это все дело чтобы она не была перекручены и соединю в колечко вязать я буду в круговую вот сейчас очень важно отследить чтобы все у нас было ровненько вот это один раз делается вот таким вот образом я соединяю и теперь вяжу по кругу все лицевыми петлями так дальше уже будет ровненько да и действительно край получается не аккуратный на любое другое изделие этот способ набора петель не подходит а сюда он именно как для этого сделан придуман вот далее я вижу нужное до нужной не длины до какой я мы еще с вами разберем и так вяжем мы по кругу ровно столько сколько вам нужно для вашей для вашей резинки вот я взяла такой у меня полтора сантиметра вот здесь вот где-то примерно я вот так вот ее померяю может быть широкая узкая как хотите если вы без резинки хотите просто шнурки вставить то надо сделать дырки и этим же способом все вот так вот сделать вот смотрите все мне хватает чтобы вот так вот обнять эту резинку видите она свободно там двигается поэтому я хватает да вот так вот меряете вот здесь вот находится резинка где-то пол сантиметра запас вот что я теперь делаю вот смотрите теперь прикладываю один рядочек придется конечно повозиться вот прикладывая резинку я сшила вот видите вот таким вот как бы внахлёст я ее сшила прям вручную сейчас важно захватить первую петлю вот я передвигаюсь слежу за косичкой вот она и вот так вот захвачу сюда вот но вообще-то я это неправильно сделала мне нужно было снять сейчас я вам все покажу одну петлю вот эту снять потом захватить одеть и вернуть эту петлю теперь провязываем две вместе то есть мы ту петлю нижнюю закрепили теперь уже проще теперь вы снимаете первую петлю так вот она вторая я ее одеваю следим чтобы просто именно петлю одеть не в ту же самую залезть так далее так вот она следующая одеваю я эту одеваю одновременно то есть первую мы переснимаем чтобы не нарушалась структура этой косички как бы вот этого вязания чтобы вот видите вот было теперь мне нужно одеть вот эту вот вот она я одеваю и таким образом я вижу по кругу смотрите и при этом прихвачиваю это полотно как бы сшиваю смотрим вот пошла я по кругу вот так вот это выглядит с изнанки с лица мы просто вот классика то есть вообще ничего не поменялось гладкое ровное вязание вот я одела последнюю петелечку и далее мы продолжаем просто ровное вязание и либо узором либо продолжаем то что нам нужно по сути пояс готов наш больше нам ничего не нужно вот так все на самом деле очень просто и очень аккуратно получается ну а на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока